Здоровый народ, у нас сегодня последний день в Станкуле, поэтому мы решили взять Настальжи тут. Будем потом вспоминать, настальгировать по-корочему. Стоило нам это 25 местных рублей. Мы решили, что 2 часа на пыжер автобус это явно не для нас, поэтому у нас будет 6 часов. По спору, чайки, залованные торжества. Всяко весело, сидеть на корабле, бегать по городу. Так что если у вас последний день в Станкуле свободный, если куча времени до самолета, то лучше взять на корабли и проходить по спору. Самое лучшее предположение будет. Ну как-то так. Сразу видно кто турист уже бывалый, а кто в первый раз. Потому что тут сейчас было куча народу, которые уже сидели и ветер пели. Мы так же, в принципе, когда приехали, садишься красиво, отдувая тебя, 2 минут через 10-15 понимаешь, что этот дубак вообще капец просто. Вот. Рыжет, дует и нифига в этом хорошего нет. Ну сейчас народ уже заделал, облетел все эти, все порталы. Сейчас приходишь, начинаешь все завариваться внутрь. Вот. И планировка такая очень какая-то странная. Могли бы столики поставить, потому что я видел на многих трамвайчиков. Такую планировку, что там со столу есть. Ну там чай, кофе удобно попить. Учитывая, что это будет длится 6 часов. 2 часа вас везут по столу. 2 часа вы там гуляете, в районе экологии. И потом 2 часа обратно. Учитывая, что такое большое время, попить чай кофе удобно. Но столиков нет. Зато есть батарея. Много вы кораблей видели с батареями? Водяное отопление. А, у меня, кстати, новая майка. 15 лет. Я подумал, что лучше купить нового, чем стирать. Я не даю! Так, короче, добрались мы до Анадолу Калагей. На берегу, как всегда, одни рестораны. Зазывалы. Чисто туристическое место. По ценнику, глянули, тут чипсы по 3 лиры стоят. Фрукты. Там яичные или черешни. По 5 за килограмм. То есть, в принципе, по сравнению с городом, дешевле. Ну, мы, как всегда, вот этот хрен топаем в гору. Не знаю, даже зачем. Трисметровые площадки. У меня одной выше крыши. Ну, вот и дождей за звалы. Короче, все дороги ведут в гору. К очередным развалинам замка. Вроде как там что-то осталось. Помимо смотровых площадок. Башни, по крайней мере, издалегого видно. Да, ну, уже рядом. Ладно. Сейчас дойдем. Посмотрим, что там. Не успели развалить до нас. Ну, вот. Уже виднеются ворота. Не могли бы пониже построить. Я их, конечно, понимаю, что они там. Один раз забрался, построил. И сиди в крепости вообще не в особость. До нас-то не подумали. А турить так. Все реально чувствую, как те, которые крепость брали. Даже, блин, нужно добраться сначала до вверх, а потом еще штурмовать. Капец. Ну, вот. Начинаются красивые виды. Там, где красивые виды, там всегда есть эста. Кавкайщики всякие. Чтоб люди не заморачивались. Сели, пожрали и не пошли уже дальше. Ни на какие крепости. А что, мы тоже вывели? Как все туристы? Я раздеваюсь. Выше не пойдем? А, а что с чем пойдем? Я просто раздеваюсь. Ну что, я пришел. Тоже кофейку, чайку, водочки, пластиковые. Что тут что наливают? Фух. Вид шикарный, конечно. Субтитры делал DimaTorzok Ох, какие-то бесконечные лестницы Идешь-идешь, конца и края нету И так странно мне больше нравилось, потому что здесь чисто туристическое место Одни кафешки В надежде на то, что кто-то поднимает, сдастся И сядет в кафе Вместо того, чтобы топать И вот, уже видны стены Значит, где-то главный офис Хотя бы вверх уже особо не надо коробкать Блин, надо Там, по-моему, уже Тверь виднеется Или Иванова, хрен знает По-моему, далеко забрались Теперь я понимаю, почему так высоко замки строили Пока поднимешься, уже воевать вообще не хочется Международную вон нафиг Ну понятно, туристы первые стыкуют, да? Сделать красивые тротки Замок нафиг нам не нужен Вон и красивые еды Ну вот, собственно, ради этих двух башен Народ оперется в такие дали Покой хрен не понятно Но мы зачем-то тоже приперлись Вот, а местные казбеки были умные Заходили не с моря А вот этой вот тропой В принципе, так-то дальше уже равнина Поэтому припасы и прочее можно было подвести без проблем Проблем была только у тех, кто хотел штурмовать Ну, судя по тому, как развалили всю эту хероту Штурмовали весьма удачно Ну, может, турист, конечно, что разобрали на камушке Больше эту часть Ладно, пару фоток с мостом И можно домой О, малину нашел Правда, сейчас не сезон Места красивые На поезде навевается Ванадолы Кавагы Видел бабу без норы Ну, вот, как всегда Туристы все толпятся на одном месте На главной обзорной площадке Хотя, вот, чуть ниже запустится За заборчик И тут вообще шикарная обзорная площадка открывается Никого нету Снимай сколько хочешь Все то же самое, только без туристов Так что Ищите Места для съемки какие-нибудь другие Не там, где все толпятся Хотя, есть еще такое правило Вы куда-то приходите Все, через две минуты там толпа народу Вот Поэтому Уводите туристов подальше Пришли куда-нибудь Где не так красиво Они за вами А вы все равно раз На площадочку Красиво, конечно Очень красиво Ну, вот, подтверждение Мои салам Я сюда пошел Вообще никого не было Все поперлись сразу Вот здесь удобное место для штурма Можно палатку поставить Мангал Осады-то длительные были Я веду свой репортаж С осады-крепости Османы уже разожгли мангал И жарят барана Какие-то наркоманские места Куча травы И кафе с вкусняшками А так все посмотрели Красиво Возвращаемся обратно Как же приятно Спускаться вниз И видеть лица тех Кто поднимается наверх Потому что Сами были же такие геши Думали Когда же эта вершина Когда же эта вершина Удивляюсь Что в основном Не самому замку Развали нам Что там Развали не развали А тому Что он наконец-то Добрался наверх Да, мы, кстати Чтобы не выделяться Пристроились тут К делегации из Найроби Так, ладно Держать, останавливать Или разворачивать Обратное название Призошло Духово Пустов Я не понял Хватит мне историю На сегодня Так, ладно Что хотели Посмотрели Валим обратно В Стамбул Интересно Конечно Сделали с пристанью Сидений практически нет Сидеть негде Специально Для того Чтобы посидели В заведениях Ну, короче Чисто туристическая Редня Картина называется Выбирай себе жену Хороший вид На обратную Валим Криво Валим Валим Валим